всем здарова с вами эдгар вы на грёбаном видеоблоге мысли от эдгара сегодня я отвечу на вопросики я снимал про ферму бизнес как заработать бабла на говне вернее навоз а еще точнее перегной так вот чувак написал тут вопросик александр артамонов пару раз продублировал так что я наверно отвечу пишет продублирую вопрос сколько стоило ферма сколько стоил такой вот уазик и сколько продаж в день может быть мне тоже стоит купить такую ферму старую и постепенно окупить покупку потом еще специальная технология которую превращает навоз полноценное безопасное удобрение так как сам навоз он еще несколько нас к насколько опасен может жить растения а тот самый продукт из навоза делает его не только безопасным но очень полезным так отвечу александру так начнем с 1 сколько стоило ферма ферма это как любая другая недвижимость в общем на дороге не валяется ферма у нас на данный момент собственности но чтобы сделать это дело в собственность пришлось поработать 20 лет моему отцу 20 лет он занимался здесь в россии в общем все что касается животноводства фермерское хозяйство поля маслозавод в общем все вокруг да около пищи производства так вот ферма как можно добыть ферму реально без приколов ферма это такая штука которым заниматься в общем то никто не хочет а есть люди которые берутся за фермы но там очень трудно нужно понимать как выращивать что скотину что растения потому что неправильно посадил не вовремя посадил не вовремя не досмотрел животное животное сдохнет на полях ничего не вырастет и вряд ли тебе доверят потом какие-либо фермы а система такая что очень много заброшенных ферм желающих работать нет и те люди которые в общем более менее ответственные берутся за ферма вы можете просто подать заявку в любом в любое хозяйство ну в любой район приедьте посмотрите где есть какие-то фермерские хозяйства или в администрацию загляните скажите хочу заняться фермерского фермерством но за плечами должно быть но что-то хотя бы какой-то опыт что ли вы работали когда-то на ферме тоже как бы просто так вам не дадут ферму на вот чувак иди давай работай тут или какие-то знакомые нужны или какой-либо опыт но не знаю ты был трактористом тут из разбираешься в технике ну как-то ты в этой жизни касался этого процесса потому что как тебе доверить целое фермерское хозяйство руководить если ты ну вообще ноль так вот идете в администрацию начинаете узнавать что и как если такие фермы которые заброшены или есть такие фермы которые могли бы передать ваше руководство вас ставят там руководителям дают вам по-разному там система разная например моему отцу далее определенное количество скота голов определенное количество земли техника все это документально подтверждается вы принимаете это дело начинаете с этим работать в общем все что вам передало государство должно остаться там же на месте все что вы заработаете свыше этого например вам дали 100 коров по голове стада ваша и вы вкладываете свои деньги смотрите этих коров кормить до эти в общем молоко ваше если рождаются телец коровы то все что это все что получается тоже ваше в общем все телята ваше ваши в общем работаешь лишь бы процесс шел зарабатываешь на молоке на новой скотине ну и между делом получается на ферме есть еще и навоз навоз это не дешевое удовольствие так сказать тут как раз таки вопрос тоже есть по поводу этого так вот я примерно сейчас скажу по поводу хозяйства в общем вы так берете хозяйство начинаете работать это поголовье у вас всегда должно быть все должно на месте быть все что свыше в общем ваша вы работаете так долгое время несколько лет показываете нормальные результаты показываете что вы умеете работать там бывают собрания в администрации вам будут приезжать проверки разнообразные как проверять ваши поля как скотину потом будут проверять на наличие здоровая ли у вас скотина потому что молоко вы просто не сможете сдавать если у вас что-то не то болезни какие-то найдут в общем будете касать в касаться всех инстанции и поработав плотно контактируя с администрацией есть такие варианты взять земли перевести это в частную собственность с правом а вернее берете это дело с правом выкупа вы можете эти земли в общем-то вы купить для этого вам нужно будет подать заявку в общем это будет стоить определенное количество денег и расплачиваться вы будете тоже вам как договоритесь сколько там лет может быть единоразово должны заплатить может быть в течение нескольких лет потихонечку выплачиваете в общем мой отец также выкупил эти земли но ему пришлось поработать в общем 20 лет это не один-два года это нормально нужно поработать но если у вас конечно есть деньги сразу то конечно можно купить но прикол в том что все земли которые существуют как фермерские хозяйства они должны оставаться фермерскими хозяйствами потому что в каждом государстве в каждом районе в общем все ниже 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 например вот в этом районе где наша ферма должны быть обязательно сельскохозяйственные угодья земли в общем скотина на каждый определенный участок российской федерации должно быть определенное количество земель под посев это значит что обязательно должно присутствовать земля где растет пшеница и так далее в общем земля для еды также скотина должна присутствовать так что выкупать такие хозяйства у вас остается назначение земли как сельскохозяйственная есть варианты когда вы переводите сельскохозяйственную на производственное или под строительство и потом эти земли можно например продать под строительство коттедж или еще чего-то но это тоже отдельный вопрос это нужно согласовывать с администрацией просто так вы не за не сможете перевести эти земли так как она была предназначена именно под сельское хозяйство в общем там много 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 всяких вопросиков но фишка в том что если ты хочешь заниматься сельским хозяйством то таких заброшенных мест очень много их отдают у нас очень много знакомых которые брали фермерства вот это поработают и в первый же год в общем все просрут скотина в общем начинает дохнуть посадить не могут ничего потому что не могут разобраться в тракторах то просто не понимают когда нужно сеять когда собирать да где тупо брать солярку вот и все дела потому что это трудная работа не каждый будут возиться так сказать в говне если народно сказать и не желают работать люди это трудно в основном сейчас на фермах работают люди которые бухают это местные люди не не все конечно есть там нормальные люди но в основном все бухают и с ними не просто работать вроде они простые люди но блин если чувак забухал то ты просто остаешься один на этой ферме одному все тянуть это просто жесть я я короче знаю что я говорю я много смотрел скотина в общем участвовал этом процессе долгие годы так что прежде чем это брать это поверхностно кажется что ну взять фермы чё там коровы сена собрал блин как сен это собрать где его собрать понимаете один два дня и уже не сена а солома на полях потому что сгорела потому что ты должен был это все собрать скосить в тюки это все это тюки перевести а тут херакс дожди пошли ты не можешь это косить или техника подвела сено осталось и блин тупо стухло ты не не смог в стоги это собрать или вообще приходишь на поле а у тебя украли это все дело короче собирал собирал а тут местные приезжают ночью и начинают красть вот эти тюки которые ты собирал много всяких там нюансов гадят люди очень много конечно в общем ферму можно взять но сможешь ли ты что-то там делать в общем варианты есть в итоге ты ее можешь выкупить в итоге мы выкупили наши земли и она сейчас нам принадлежит так дальше сколько стоил такой уазик как у нас так у нас уазик головастик так народе его называют так вот уазик головастик мы брали в кредит два года назад что ли не помню стоил он если я не ошибаюсь я просто не помню 425 тысяч что ли ли 500 тысяч что-то такое короче в общем мы продавали очень много с братом в общем налегли начали продавать навоз в течение месяца сделали первый взнос крупный взнос и в общем взяли этот уазик в кредит у меня братуха взяла уазик в кредит потом продолжали так несколько лет работать на этом уазике уазик приносил доход не только с продажи навоза также лес рубили там недалеко у нас есть лес специально кстати вот хорошая тоже тема идете к леснику договариваетесь всегда в любой местности есть лес под вырубку это сухостой который он не нужен а там метит эти деревья их нужно в общем вырубать потому что они падают вот договариваетесь он назначает вам сумму за определенную там кубатуру этой этого леса покупайте бензопилу едете пилите рубите можете не сами рубить нанять людей они вам на рубят но мы с братом рубили например потом грузите все в уазик и айда пошел продавать по деревням продавать вообще нефиг делать берут ну не так что прям вот за 5 вышел и сразу взяли но продавать можно в течение дня очень несколько машин на дров можно продавать также навоз так вот уазик мы окупали с помощью продаж дерево и и навоза ну еще он нам служил как верный работник привести в общем что угодно на ферме кормили его там там скотину там какие-то металл сдавали тоже на ферме очень много у нас этих всякое железо там сейчас уже нету все уже братуху уже доздал металл короче сварка резали собирали на уазик отвозили и сдавали в общем металлолом старые какие-то комбайны старые там силы в общем металлу там завались было все что не нужно короче чистку территории делали между делом металл а то просто резали и к нам с фирмы приезжает и сами металл забирали так сколько продаж в день может сделать короче этот навоз так у нас смотрите отличие кто не понимает есть навоз а есть перегной навоз это когда вот у вас есть скотина она выкакала это все дело это в общем в таком вонючем состоянии навоз никто не покупает потому что привезете навоз вам скажет до свидания навоз он горит он сожгет вам весь ваш огород там ничего не вырастет нужно несколько лет чтобы это превратилась в перегной так вот у нас много лет не перегной вы представляете за 20 лет работы сколько там еще до этого эта ферма что лет сто наверно сколько там этого навоза и навоз превратился уже почти в землю это просто очень качественный перегной и в округе он нету просто этого перегной только у нас есть рядом находятся садовые участки это пригород загород как угодно можете назвать и там любая бабушка любой садовик любой человек который хочет вырастить огурцы перегной для огурцов это просто но это просто это это просто золото это просто нефть для садов для огурцов это незаменимая вещь так что мы продаем перегной так вот сколько машин можно продать в день можете продать столько сколько у вас есть сил грузить этот навоз перегной вернее сложность в чем мы как-то делали такой процесс трактором загружали но сейчас такой момент что туда трактор не подъедет там уже тону тону не один раз короче техника потому что кажется что плотный слой но когда техника заезжает она может просто утонуть потому что там как болото бесконечно так что опасное дело приходится просто это грузить в общем-то вручную но это физра офигенно просто блин ништяк физкультура отлично или просто с деревню притаскиваете парочку чувачков которые любят бухнуть 150 200 рублей на рыло так сказать и они вдвоем грузят они радостные ты доволен уазик такой например мы продаем за 2000 рублей ехать там в общем-то пару метров до этих садов 2000 оттуда отдаешь там 300 400 чувакам который загрузит и выгрузит этот перегной людям в принципе ты сильно ты не паришься но бывает что нету никого как бы чуваки забухали вся деревня бухает просто все или просто хочется самому физкультурой заняться мы с братаном грузим едем едешь в уазике трясешься блин ну кайфово не не знаю мне нравится вся эта движуха такая парень на деревне короче приезжаешь там с людьми общаешься садовики выходят все такие садовики с кем только не перезнакомишься блины чуть ли не сам президент бывает в этих садах кого только нет в этих садах тут свадьба там вечеринка туда бабушки тут умерли там родились короче вообще прям наслушаетесь на видите есть особенно бабушки как присядут вам на уши со своими жизненными историями пока ты навоз разгружаешь в общем в день мы с братом разгружали но не знаю если не соврать ну максимум 10 машин мы делали но в среднем можно сделать 3-4 машины можно спокойно как продать ну и там вариации есть вы можете договориться с садовиками они распространяют эту информацию быстро телефона оставлять карточки сделать повесить на столбы информацию какую-то потом в каждом саду есть главные главный по садам как он называется я не знаю главарь короче у него есть домик вы приходите к этому человеку договариваетесь он продает машины все все продажи он делает и вы ему отстегиваете там 100 рублей за то что он продал звонит вам говорит у меня хотят там 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 в тех садах приезжаете сдаете и так вы можете продать в общем в день три машины точно можно продать в общем нормально можно рубануть если захотеть работать то пишет так александр может быть мне тоже стоит купить такую ферму старую и постепенно окупить покупку так ну это зависит от твоего желания твоей работоспособности если ты работающий человек не боишься трудиться тебе не страшно ни зима не лето они там как там стихи даже какие-то такие есть не страшны нам чего-то там непогода а тебе все нравится природа офигенно кукушки кукушки какашки то конечно же бери дело если есть такая возможность договаривайся потом он спрашивает есть технология которая превращает навоз полноценное безопасное удобрение да мы знаем это такое мы продавали например этот вариант пробовали но не до конца вот всю эту технологию делали потому что нам и так достаточно было того процесса который у нас был но есть вы например заезжаете в супермаркеты садовые какие-то маркеты и там продается разновидность вот этих удобрений все эти удобрения делаются частниками есть оборудование которое перемалывает этот же перегной там навоз какие-то добавки упаковку делает просто пакеты берете все это засыпается расфасовка и заклеиваете тут трудность не в процессе самого оборудования трудность в том чтобы договориться с супермаркетом вот там с садовыми центрами потому что эти садовые центры берут очень крупные партии в общем у крупных поставщиков и у них ценник очень дешевые тут тебе нужно изначально попробовать найти куда сдать возьмут ли у тебя вот такой вот пакетированные перегно или удобрения и спросить по какой цене они у тебя могут брать и какое количество минус этого процесса какой то что например я договаривался и мне говорят вы обязаны в течение года на год контракт договор но заключаете я обязан короче в течение года в там каждый какой-то там через два-три дня делать поставку вот этого пакетированного перегноя там ну и лючо угодно ты там делаешь если ты в общем не делаешь подставку той идут штрафы тут уже настолько мощная ответственность в итоге если вдруг у тебя не будет возможности довести товар до места оборудование ну что-то с ним случилось ты можешь не можешь сделать получается ты уходишь в минуса у тебя жесткие обязательства по срокам не выполняешь сроки просто то что ты им отвез ты еще должен останешься с такой же штукой например я столкнулся когда держали индюков у меня мой друг хорошая знакомая он является зам директором лента есть такая супермаркет в общем ну как бы с ним мне не сложно договориться я пообщался с ним готовая гуру индюков у меня вот есть 400 штук там в тебе буду сдавать он гид эдгар были не я бы с удовольствием взял но ты сможешь выполнять эти обязательства нам же не за один раз нужно эти индюки у нас есть свои поставщики есть свои ценники если я даже на тебя перейду то ты будешь обязан нам поставлять это мясо вот срок по часам прям вовремя все перечислил в итоге горит у многих знаешь где какая штука получается они не могут сделать подставку поставку во время товара и в итоге они платят штрафы товара дали еще и в штрафы платит в итоге они в задницы так что горит просто просто занимайся без всяких вот этих но если ты договоришься я не знаю ты сможешь сделать это все в сроке вовремя то берись конечно за это дело оборудование всякое есть там добавки дополнительные тоже много можно это удобрение делать что под огурцы что под цветы и там по чем угодно можно организовывать так так ну все вроде я александру ответил на его вопросы потому что человек несколько раз спрашивал и спрашивает я так понял не просто так что мы делать нефига вот серьезно задают этот вопрос несколько раз мне нравится что люди нормальные вопросы задают я на нормальные вопросы хочу отвечать когда всякую брехню пишет не прикалывает видосы снимать так что если вам нравится сельская жизнь и вот это все что касается этого процесса беритесь за это там всегда вы заработаете на хлеб но там сельском хозяйстве миллионером вы не станете так как в россии сейчас сложновато сельским хозяйством стать сельском хозяйстве стать миллионером потому что правительство всячески глушит этот процесс когда вы переходите грань когда вот-вот разбогатеешь в среднем если ты работаешь средний фермер то как бы как работаешь так работаешь но не рассчитываете на субсидии от государства от какую-то помощь начинающие предприниматели вот все эти люди они думают что вот сейчас я начну государство мне выделит там какой-то какие-то деньги там субсидии есть сейчас путина их внук только что придумал идут это все делают потом херакси ничего не получают разочаровываются она эти деньги того рассчитывали так что изначально не рассчитывая на помощь от государства не дождетесь никаких субсидий они не выделяют вернее они выделяют пока вы соберете бумаги для того чтобы получить эти субсидии пройдет тысячу лет а потом они придумают что то чтобы эти субсидии вам не выдать а если выдадут то обязательно каким-то методом заберут обратно на штрафуют вас на какие-то там темы как дадут так и заберут это к чему что если ты хочешь заниматься сельским хозяйством то не надо рассчитывать на государство изначально потому что многие мне пишут вся ставка начинание бизнеса у них заключается на том что им государство короче все даст вот придет до шашлыки сделает бухнет вместе с вами вот из своего кармана ищите вам денег отвалят и такие радостные бодричком типа я пошел бизнесменом становиться а потом через какое-то время все такие грустные обанкроченные короче разочарованные в жизни так что чтобы не разочароваться не рассчитывай не на чё рассчитывай только на свои силы вот ты можешь найти деньги чтобы купить тот же уазик можешь найти деньги чтобы купить сено когда ты взял скотину а пока не умеешь делать посадить ничего не можешь пшеницу не можешь посадить просто клевер там или еще чего-то ты не умеешь нету техники ну просто нету них хрена тебе приходится закупать это сено для скотины можешь его закупить есть где закупить есть вариант перевести это все дело и так далее если есть тогда берись если нет туда нахер вообще не беритесь за это дело просто прогорите вот таков мой ответ если есть еще вопросики пишите буду отвечать так что всем пока кому понравилось лайки шмайки короче все такое подписка всем пока